Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем обсуждать палетку Наташи Деноне Palette 02. Эта палетка самая популярная из этой серии. Эта палетка возбуждает самый большой интерес и очень давно я ее хотела себе приобрести. Приобрела я ее на Черную Пятницу на Культ Бьюти. Обязательно подпишу здесь цену. Также сразу же скажу то, что здесь в рефилах по 2,5 грамма это очень-очень много. И мое мнение отличается, к сожалению, от мнения большинства. Поэтому если вы готовы выслушать альтернативное мнение на данную палетку, то оставайтесь со мной и не переключайтесь. Желаю вам приятного просмотра и поехали! Итак, давайте начнем все-таки с хорошего. То есть посмотрим на саму палетку, на сводчи, в промежутках я буду также показывать макияжи и нанесение теней на века. Палетка очень-очень красивая, как я уже говорила, это розовая гамма, невероятно повседневная, очень простая. Можно брать эту палетку для тех, у кого есть какой-то определенный дресс-код на работе. Можно брать эту палетку для тех, кто просто не любит яркие макияжи, кто хочет что-то простое и повседневное. Эта палетка именно на каждый день, на повседневность, она простая, но довольно-таки красивая. Здесь 2,5 грамма каждый рефил, это очень много, но также должна заметить то, что по крайней мере шиммеры, в особенности вот этот, расходуются в достаточно большом количестве, поэтому до конца жизни вам все-таки количества граммов в данной палетке не хватит. Когда ты смотришь на свучи данной палетки, ты сходишь просто с ума, насколько это красиво, вы только посмотрите, это нечто, это безумно красивое нечто, оно так переливается, оно так смотрится. Ты находишься просто в каком-то косметическом экстазе, настолько это красиво. Давайте начнем обсуждение самого простого и единственного матового оттенка в данной палетке, вот этого оттенка Shell. Это именно песочно-розовый оттенок, подобные описания, быть может, кому-то не понравятся, но я здесь вижу именно такой оттенок, песочно-розовый. Его можно наслоить более плотно и получить более плотный яркий цвет, либо же его можно мягко и нежно растушевывать и просто закладывать его в складку века, для чего он, думаю, и предназначен. Красивый, хороший, простой оттенок, никаких проблем с ним нет, он просто качественный и хороший, больше про него сказать нечего. Вообще, к матам Наташи Деноне у меня никогда не было претензий, поэтому, в общем-то, я и не удивлена, что тут они тоже не возникли. Следующий оттенок, это самый красивый, самый любимый оттенок в данной палетке, вот этот вот, он называется Lavender Grey. Не то, чтобы он серый, не то, чтобы он лавандовый, но он очень необычный. А необычный этот оттенок преимущественно тем, что он подстраивается, подстраивается под ваш макияж, подстраивается под те оттенки, которые ты рядом носишь. Если ты нанесешь рядом теплый оттенок, то он будет смотреться более теплым. Если ты нанесешь рядом холодный оттенок, он будет смотреться холодным. И сам по себе он именно такой сероватый, немного сиреневый, немного розовый, немного серебристый. Видите, у него везде всего понемногу, но именно поэтому он смотрится одновременно и повседневно, и безумно красиво. Очень красивый и, на мой взгляд, самый интересный оттенок в данной палетке. Этот оттенок немножечко осыпается, но про стойкость его я, пожалуй, пока что промолчу. Я чуть позже буду рассказывать вам про то, как эти тени исчезают на глазах и про их стойкость. Поверьте мне, вы там увидите все своими глазами, пока что не буду далеко забегать вперед. Следующий оттенок это коричневый шиммер. Очень странная ситуация, он, во-первых, сильно сыпется, он не стал моим любимчиком из-за осыпания. Не то, чтобы он какой-то интересный, он простой, максимально простой коричневый шиммер. Его можно нанести полупрозрачно, его можно нанести более пигментированно и более ярко, но ничего особенного, честно говоря, он из себя не представляет. Подобные шиммеры вы можете найти и в любых других палетках. Светлый шиммер это мое большое-пребольшое разочарование. Он навеки, хоть и смотрится вроде бы ничего так, но ведет он себя в конце рабочего дня хуже всех остальных оттенков. Опять-таки мы об этом совсем скоро поговорим, буквально через минуту, чуть-чуть потерпите. И последний оттенок, вот этот фиолетовый, он очень красивый, очень интересный. Когда смотришь на его свой, что опять-таки приходишь в какой-то косметический экстаз, потому что он красиво переливается, но на глаза он передается все-таки не так хорошо, как выглядит он в палетке. К сожалению, во-первых, он очень сильно осыпается, безумно-безумно сильно он сыпется, он тоже обладает не самой большой стойкостью, и как вы можете заметить, сам оттенок у меня уже достаточно побитый. Во-первых, он приехал побитый, он сам по себе достаточно сильно крошится, такое ощущение, что он плохо спрессован, и когда он только приехал, отшметки от этого оттенка были по всей палетке, не говоря уже о том, что и он сам имел не очень товарный вид. Плюс, прямо перед этими съемками я умудрилась уронить эту палетку, причем уронила я ее в закрытом виде, и когда она упала на пол с достаточно небольшой высоты, во-первых, коричневый рефил вообще вылетел, а вот этот раскрошился, и в итоге он так не товарно выглядит. В итоге сейчас у меня на полу, на ковре, просто какое-то фиолетовое месиво, которое мне нужно будет сейчас убирать, и данный оттенок, как вы видите, уже выглядит не очень. Теперь приступим к обсуждению стойкости этой палетки. В самом конце я покажу макияж, потому что это не для всех самое интересное. Стойкость у данной палетки крайне-крайне сомнительная. Выходят очень красивые макияжи, безумно красивые, но красивые они примерно полчаса, максимум час, потом происходят метаморфозы. Давайте посмотрим на несколько макияжей. Я засняла два макияжа после рабочего дня. К сожалению, снять макияж до у меня не вышло, потому что я работала 6 дней в неделю на этой неделе, и, откровенно говоря, утром было не до съемок. А вот вечером были еще хоть какие-то силы, чтобы показать вам, что вышло. В первом макияже я использовала базу, и заметьте, это макияж с базой. И вы видите, я думаю, что происходит. Поверьте мне, утром не было так плохо. Утром было красиво, ярко, пигментировано, все переливалось. А что мы видим вечером? Да какая-то жесть, откровенно говоря. Это не макияж тенями за 3,5 тысячи рублей. Поверьте мне, утром не было так. Выглядело красиво, ярко, пигментировано. А то, что мы видим сейчас, это просто какая-то сплошная боль и разочарование. Это ужас. Давайте теперь пойдем ко второму макияжу, который я вам хочу показать после. Здесь я наносила самый светлый оттенок на все века и делала фиолетовую стрелку. Саму стрелку я делала при помощи фиолетового карандаша. Поверх я лишь закрепляла вот этим вот фиолетовым оттенком. Данный макияж я выполняла на базе из консилера Maybelline Fit Me. И теперь посмотрите, как он вечером выглядит. Если вы думаете, что утром выглядело так же, скажу вам сразу, нет, не так же. Во-первых, светлый шиммер скатался. И нет, у меня обычно на консилере Maybelline ничего не скатывается. И даже если закрыть глаза на скатывание, вы посмотрите на пигментацию. Ну разве это выглядит на 3,5 тысячи рублей? Это, откровенно говоря, какая-то жесть. Боже мой, почему это выглядит так плохо? Ну так плохо, камон! Это не выглядело утром так плохо, я вам серьезно говорю. Ну что это за жесть в конце рабочего дня? Это реально хочется смыть. Это выглядит плохо. И если вы хотите сказать, что я беру плохие базы или что-то еще, нет, базу я использовала от бренда Nars. Это хорошая база, с которой у меня никаких проблем не бывает. Если вы хотите погрешить на консилер от Maybelline, окей, но с ним у меня лично проблем не бывает. Так же я делала макияж и без баз, просто на голое веко. И выглядело в конце рабочего дня так же, собака, плохо. Выглядело отвратно, выглядело ужасно. Выглядело так, как будто бы я нанесла некачественные тени. Это были не тени за 3,5 тысячи матьих рублей. Конечно же, кто-то сейчас скажет, что можно купить другую базу, другой консилер, попытаться нанести какими-то другими способами. Но, блин, мы покупаем люксовые тени за 3,5 тысячи рублей не для того, чтобы танцевать с ними танцы с бубнами. Вуаля, вуай, как же нанести эти тени? Ну, никак. Проще никак не наносить. Можно использовать танцы с бубнами, когда ты покупаешь тени из масс-маркета. Но когда ты покупаешь за 3,5 тысячи рублей 5 оттенков, они должны работать идеально. А после моей распаковки в черную пятницу, мне подписчица одна написала, что она приобрела эту палетку, и что ей она очень нравится. Если вам эта палетка нравится, не серчайте на меня, не обижайтесь. Помните, что вся косметика дело сугубо субъективное, поэтому пользуйтесь на здоровье, у вас все хорошо, и я за вас рада. Я читала отзывы на данную палетку, и отзывы как раз таки такими и были, что либо у людей все с этой палеткой хорошо, и это любовь, любовь, и еще раз любовь, либо же это какая-то безумно плохая стойкость, и это разочарование. Видимо, я попала в число неудачников, в число не очень, в число людей, которым не очень повезло, и так произошло. Не знаю, от чего это зависит, быть может, это разные партии, либо, быть может, это просто какая-то такая индивидуальная особенность у некоторых людей, из-за чего эти тени не держатся, вот что ты с ними не делай. В общем, в любом случае, я попала в число неудачливых людей, и у меня с этой палеткой все плохо. Мне она очень нравится по макияжу, мне она очень нравится по гамме, но из-за ее стойкости мне не хочется ею пользоваться совсем, потому что такое разочарование вечером. Я испытываю, что, ну, действительно, ты потом не хочешь брать ее даже в руки и снова что-то наносить, потому что ты помнишь, что ты видел вчера вечером. Я вообще подумываю эту палетку продать, потому что, ну, нет смысла мне ее у себя держать с таким результатом. Возможно, кому-то другому она понравится больше, возможно, у кого-то не будет проблем с этой палеткой, как у меня, и она будет нравиться этому человеку. Но этот человек, к сожалению, не я. Я понимаю то, что мой обзор крайне субъективен, кому-то, возможно, он не понравится, но я высказала мнение свое о данной палетке. Оно, скорее, более альтернативное, нежели чем типичное. Все же большинству данная палетка нравится, но если вы хотите приобрести данную палетку, то я считаю, что нужно посмотреть на все варианты возможного развития событий, потому что так тоже у вас может быть. Ну что ж, а на этом буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, что вам это видео понравилось, что оно было для вас полезным. Если вы со мной не согласны, то пишите свое мнение, но пишите, пожалуйста, тактично, не нужно кидаться ни в кого какашками. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. И всем пока-пока!